Место, где нарушают чаще всего – участок дороги возле торгового центра. Тропыги экономят пару минут, рискуя жизнью. Желание побыстрее попасть в магазин или на автобус порой бывает сильнее, чем инстинкт самосохранения. Рейды, беседы и даже штрафы ситуацию не изменили. Перебегали, перебегают, но больше перебегать не будут. От собственной безответственности и летящих мимо машин пешеходов решили уберечь с помощью ограждения. На автомобильной дороге разделительной полосы предусмотрено дорожное ограждение барьерного типа для безопасности дорожного движения. Муниципальный контракт заключен со металлоконструкция на миллион девятьсот тридцать девять тысяч. Стремление перейти дорогу побыстрее понять можно, но бросаться под колеса – не вариант. Наземные или подземные переходы тоже будут не слишком удобными. И над, и под дорогой прилегает слишком много коммуникаций. Высота и глубина сооружения пешеходов не устроит. Да и цена вопроса очень велика. Нарисовать еще одну зебру тоже нельзя, мешают правила. На автодорогах расстояние между пешеходным переходом должно составлять 200-300 метров. Два перехода уже существуют. Около кольцевой развязки улиц Севастопольская и Волгоградская. И на перекрестке Короленко и Волгоградская. Расстояние между ними – 390 метров. Установка перехода посередине будет значительно замедлять движение транспорта. Ограждение оказалось самым оптимальным вариантом. Но отказаться от соблазна перебежать дорогу пешеходы не могут. Даже в процессе установки ограждения нашлись нарушители. Сотрудники городминистрации уверены – когда на их пути окажется металлический забор, ситуация изменится. Данная конструкция просто широкая, и люди со временем привыкнут. Все равно будут ходить по пешеходным переходам. Установка ограждения должна помочь снизить число происшествий на этом участке дороги. А сделать это пора было уже давно. ДТП с участием пешеходов – не редкость. Данный участок дороги около сити-парка является достаточно проблемным, так как пешеходы переходят в проезжую часть в неустановленном месте. Потому установка данных ограждений будет там целесообразной. Если говорить в целом о цифрах статистики, то по итогам полугодия отмечается снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Всего произошло в республике 99 ДТП, в которых 8 человек погибли и 101 получили ранения. У любителей нарушать правила осталось не так уж и много времени. Установка ограждения закончится уже 19 июля. Просто так пересечь оживленную дорогу уже не получится. А значит, все участники движения окажутся в безопасности. Валерия Никитина, Евгений Фролкин. Народные новости.